И так, добрый вечер, дорогие наши радиоуслушатели, а также зрители. Как вы догадались, с вами ваша любимая передача «Рок Клиника». И я, ее ведущая, фея светлая, где сейчас находится фея темная, я, к сожалению, сказать не могу. Это для меня сейчас тайна, покрытая мраком. Я говорю, как есть. А также у нас в студии присутствует Леха Забей из группы «Время срать», который сегодня приглашен как эксперт-соведущий. Да, это я. Вот. И, собственно, наши главные сегодняшние гости. Это коллектив, который называется «Ресторан». Правильно? Я правильно говорю, да? Рестран. Вот так. Рестран. Вот, вот так. И, соответственно, практически весь состав участников. Во-первых, это, я так понимаю, у вас... Саша, ты главный, да, в группе или нет? Ну, мы все равны, на самом деле. У нас французская революция. Это наш фронтмен, на самом деле. Ну да, ну скажем так. Я фронтмен, то есть я вокалист среди равных. Ну да, в общем, хорошо, тогда скажем. Вокалист Саша, затем... Басист Глеб. Басист Глеб. Представьтесь, пожалуйста. Басист Глеб. Ну... Вот, все, я все сказал. Так. Басист Глеб, он играет на бас-гитаре. И электронщик Стас, он играет на всяких электронных прибамбасах. Даже я жму на кнопочки, я играю на клавишах. Ну и должен был еще сегодня присутствовать еще один человек, да, на 8 дней? Илья гитарист, к сожалению, не смог у нас прийти. Но это большая для нас потеря в этом эфире, потому что на самом деле Илья самый харизматичный среди нас человек, у него есть борода. Но такая беда, он не смог прийти. Ну что же вы так себя, я думаю, здесь каждый по-своему тоже харизматичный, тем более, что если у вас все на разных. Понимаете, в чем дело? Да, да, да. Есть такое понятие в истории. Человек хумлялт. Хумлялт. Это человек, который катится с вершины горы вниз. Он наматывает на себя события, людей. Наматывает на себя небеса и землю. Так. И он, этот камень, это стержень, это ядро. А мы, по сравнению с этим ядром, мы лишь какая-то оболочка. Так вот, Илья это то самое ядро, которое катится с горы. Гора это, конечно, Путин. А, вот так. А мы, а мы лишь какие-то, как луна вокруг Земли. То есть, ничто. Ничего себе. Я воспользуюсь случаем и передам привет Илье. Пожалуйста. Может быть, он нас видит. Да, Илья, привет. Тебе все здесь, наверное, передают привет, как я понимаю, да? Так, вот. А, еще, я так понимаю, что у вас такая вот особенность, да, существует отсутствие барабанщика, да, вот насколько я знаю. Барабанов у нас нет. А почему? А потому что барабаны все зло. То есть, мы не просто же подошли к созданию группы. То есть, взяли, собрали людей и начали что-то играть. Соответственно, как подошли, да? Это процесс был трудоемкий. Мы отучились в школах, во-первых. В разных? В разных школах. В разных. Ни в одной. Некоторые еще институты кончили. Некоторые прочитали книжки. Ну, да, понятно. И поняли, что барабанщик – это человек, который владеет двумя палочками. То есть, это человек, который в группе не нужен. У всех людей есть свои мысли. У барабанщика только палки. Нахрен нужен такой человек в группе? А я, кстати, не согласен с этим высказыванием. В корне, да? Надо в микрофон говорить. Ну да, конечно, желательно. Нам бы не помешал барабанщик. Я считаю, он должен стучать на всяком говне. Там есть разные коробочки. То есть, простите, я перебью Стаса, есть замечательная крауд-рок группа Кен. Был у них барабанщик или нет? Да, Яки Либицайт был у них барабанщик. Ну, то есть, судя по всему, не было, да? Судя по всему, не было. Как не было? Либицайт, конечно. Либицайт? Либицайт. Яки Либицайт его зовут. Ладно, понятно. В общем, с барабанщиком. Ну, кстати, группа Кен, я считаю, она выехала на барабанщики, собственно говоря. Первый концерт, то есть, альбом Лаэрского, который купил, он назывался «Танцы в стиле Кен». То есть, такого альбома, конечно, у Лаэрского нет. Это бутлек, который был сделан пиратами. Купил я его на вокзале, на автовокзале в городе Пермь. То есть, представляете, группа Кен до чего дошла? Да, ее используют как какую-то основу для творчества Лаэрского. А, ну я поняла. Какой же барабанщик может быть? Ну, позиция ясна, да. Как вы вообще называете вот свой стиль, так сказать, игры? А так и называем «Танцы в стиле Кен». А, понятно. Ну, вообще, давно существуете, как бы так, ваш коллектив давно существует? Это вопрос очень сложный. Нет, ну можно так, вкратце. Нет, нет, я расскажу историю. Изначально группа «Рестрант» существовала без меня. Существовала она с февраля 2006 года. Прямо себя, прям, слушай, у меня дежавюх. Да, ну бывает такое. То есть, я пришел по объявлению, которое сам разместил. До меня в этой группе был вокалист, как же его звали? Леха, да? Да, Леха. Леха. С ним произошло два или один концерт. Ну, были, были выступления. Были с ним выступления. Но не сложилось, разошлись. И я разместил в интернете объявление. Ищу писателей Нойза. На одном из музыкальных форумов. И на это объявление откликнулся Стас. Он говорит, давай, мол, к нам. Конечно. Я ему послал свои тексты. Вообще не слышно меня, да? Алло. Да, да. Ладно. Дали так. Я ему послал свои тексты. Илье, блин, Стасу они вроде бы понравились. Я встретился с Ильей и Глебом. Мы с ними выпили где-то. И решили, что да, надо действовать. Это случилось осенью 2006 года. То есть все вместе мы с осени. Как раз год нам исполняется. Уже даже больше. Ясно. Понятно. Алексей, у тебя есть вопросы какие-нибудь? Ну, я думаю, в первую очередь надо перейти к прослушиванию песни. Чтобы все наконец поняли, о чем идет речь. Да, первая песня. Чтобы не быть голословным. Первая песня, это песня «Негр». По поводу нее в группе были очень большие споры. Пока я всем не сказал. Ребята, не волнуйтесь. Никакого национал-социалистического подоплеки никакой националистической она не имеет. А имеет подоплеку Рымбовскую. То есть был такой поэт Артюр Рымбо. Ему и посвящается эта песня. Хорошо, прослушаем композицию. Ты ощущаешь, что мы все фашисты, да-то? Ну, я не знаю, не по-прежнему. Нет, я официально заявляю, мы не все фашисты. Окей. Орбовская песня. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 как, в таком же стиле, как исполнял Михаил Круг? Нет, конечно. В своем стиле. Мы подомнем ее под себя. Мы исполним ее так. Нельзя под себя классику. По поводу классики. Ведь Слава был на нашем первом концерте, где мы исполняли песню группы кино. Ну, как мы ее исполнили? Скажи, как ее исполнял Виктор Робертович или как мы ее должны были исполнить? Как Роберт Валятович. Нет, ну, в принципе, да. Я думаю, что наверное, да, как вы должны были исполнить. Алексей, что там у тебя? Все нормально? Хорошо. А что вы имеете в виду, когда вы говорите, что вы буддисты? А мы ничего не говорим. Потому что Будда молчит. Если обратиться к буддизму как к учению, то это ведь учение, которое имеет в своем составе несколько школ, которые отрицают друг друга, диаметрально противоположны. Поэтому когда человек говорит, что он буддист, он либо шутит, либо не понимает, о чем он говорит. В данном случае мы шутим. Понятно. А то есть вообще вы сами как люди... Я православный человек. На мне есть крест. А вы... Я хочу кое-что сказать. Мы внутри группы разрабатываем такое направление, называется техно-буддизм. То есть это вот восприятие визуальной Будды под музыку минимал техно. Понятно. И уходишь в катарсис и все хорошо. Так, Глеб, ничего не хочешь сказать на эту тему? На тему там... Может быть, ты тоже православный? Не, на тему религии Глеб ничего не хочет сказать. Ну, то есть тебе... Ну, техно-буддизм я поддерживаю. понятно. Я вот слышал, что вам близко творчество Мамонова, да? То есть даже часть песен, я так понимаю, написана под этим впечатлением, под впечатлением Петра. И вот хотелось бы узнать, готовы ли вы, допустим, последовать его примеру и уехать жить в деревню? О, я хотел бы уехать жить в деревню и последовать, да, примеру, только для этого нужно где-то иметь деньги, чтобы их получать там в деревне. Для этого нужно где-то иметь деревню. Да. деревню иметь не проблема, то есть поехал, конечно. Я хочу вот сказать о Мамонове, просто Мамонов живет где? Он живет в поселке Вирии. Поселок Вирии, если меня не изменяет память, находится по Минскому шоссе. Я ездил неоднократно по этому Минскому шоссе. Что это из себя представляет? Выезжают огромные фуры на встречную полосу и подминают под себя легковые автомобили. То есть фуре пофигу, она как каток подминает эту легковую машину и сминает всех, кто в ней находится. Людей, детей, собак, кошек. Все помирают, кроме водителя фуры. Мамонов конечно же все это дело наблюдает. Поэтому все эти разговоры о том, что он ушел в затворничество это полная липа. Человек исповедует перверсионный взгляд на жизнь. Он смотрит и видит годопятикна, натуральная годопятикна едет в огромной двухсоттонной фуре, которая мнет и жрет все живое на этом Минском шоссе, на этом стремлении к белорусскому президенту. Очень хорошее место, белорусский вокзал, я думаю, он оттуда ездит к себе. Нет, он ездит на самом деле на автобусе. Я думаю, на фуре. Я читал интервью, он на автобусе ездит. Ну, то есть, получается так, что он не просто так захотел уехать в деревню для того, чтобы вести тихий, спокойный, размеренный образ жизни. А это связано непосредственно с тем, что ты сейчас рассказываешь. Мамонов Мамонова я помню еще по передаче две вот эти дочь с матерью вели, да, передачи, где он выступал с закрашенными лаком черным зубами. Мамонов это манипулятор сознанием. Были воспоминания о том, что перед тем, как капать слюной на пол, он стелил на пол газетку, чтобы не запачкать паркет. То есть, Мамонов манипулирует нашим убогим по сравнению с ним, как он считает, сознанием. Фильм Остров хотя бы это доказывает. И что он доказывает? Фильм Такси Блюз, что Мамонов это манипулятор. Господи Иисусе, храни нас. Воистину. Так, понятно, хорошо. Ну, а вот как вы находите вообще ваше творчество, композиции, которые вы создаете, они, какое впечатление на слушателей могут производить, скажем, там, мрачное, да, какое-то, или же, может быть, наоборот, или просто там люди будут задумываться, например, о чем-то, или же здесь есть какая-то доля скрытого, скрытой радости, возможно, я не знаю. Я бы хотел вообще добавить, что сейчас издали такой закон, который обязует каждую группу проводить маркетинговые исследования, да, своей аудитории. Вот, то есть вот я, ну, вы как законопослушные граждане, конечно же, проводили эти маркетинговые исследования своей аудитории. Вот, хотел бы спросить, кто ваша аудитория? А можно я отвечу на этот вопрос? и какое, еще раз, вот я, мой вопрос, да, какое впечатление, по вашему мнению, должно производить ваше творчество? Ну, оно воспринализует, в первую очередь, отрицательное впечатление. Не, ну, все-таки, кто это, вот, если в частности какие-то привести, это дворники? Конечно же, нет, дворники, нет, дворники вряд ли, они все-таки более культурные люди, чем мы. Ага, как культурные люди, они это не слушают? Конечно. Нас слушают менеджеры среднего звена, которые наживают в себе болезни печени, язву, потому что они пьют водку после недели трудовой. Люди, которые обременены семейными заботами, люди, которым не хватает в жизни эмоций. Мы в основном ориентированы на людей, у которых нет в жизни эмоций. Мы даем эти эмоции людям. Поэтому вот, Мамонов чужие эмоции забирает. а мы даем. Разве он только забирает? То есть он не дает эмоций? Он гад забирает. Я был на его спектакле, все эмоции с собака забрал. А я тоже был еще на этом самом, на Лессом Баринете, и, в общем-то, скорее я забрал, чем он. Да? Я тоже с собой не согласен. Это какой-то, знаете, вопрос. Вот на самом деле после первого концерта ко мне подошла какая-то девочка год. Девочка год выкрашенная в черное, одетая в черное. Она спросила, блин, черт возьми, какой же вопрос? А, почему вы начали это делать? Мне это понравилось, почему вы это начали делать? Для тебя, детка, для тебя. Вот. То есть вот наша целевая аудитория девочки готы. Девочки готы. Девочки эмо, девочки готы. Конечно же мы для них стараемся. Вы пишите все для девочек эмо, для девочек готок. Все ради любви, так сказать. Не для мальчиков. Любовь смешанная тонкой патокой с ненавистью, конечно. Давайте перейдем к следующей песне. Следующая песня называется «Трамвайчик». Вкратце собственно о чем она? Потому что надо, чтобы поняли люди. Я могу рассказать это о том, что перед тем, когда вы употребляете коньяк, его надо подогревать. На самом деле песня о том, как она в первый раз отравилась. Кто? Она. Она. Да, включаем, слушаем. «Трамвайчик» «Трамвайчик» millions «Трамвайчик» 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 «Его…». «Положи плоти на стол, опустив голову, из-под с к Bazen глядя на допиле бокал с коньяком, ощущая острую нехватку неизбежности в том, что касается твоих отношений с другими людьми, вызывая на дуэль себя самого образа и перчатку себе же в лицо взрываешься. Вскакиваешь со стула, выбегаешь на улицу, мимо трамвайщиков, отражающих свои огни и мутных водок, любующихся фонариками, гирляндой, белуной, виением воров, кузнечиков. Мимо камней и песка, мимо часов и домов, убегаешь домой. Задержавшись в парадной, обернувшись на секунду и всплыв в темноту. Нет, и сегодня нет этой девочки на качелях, рисующих тот самый круг сыра, от которого охватили нежели кусок. Что они увидели в гастрономе на той самой улице, где она впервые испугалась. Что они не всегда будут рядом. Где она впервые отравилась. Сегодня нет этой девочки на качелях, высоко задравшей голову, грустно смотрящей, как звезды качаются вместе с ней. Оборачивая ее, успокаивая эту тяжелую легкость. Перескакивая через три ступеньки, вбегаешь на свой шестой этаж. Дрожащими пальцами отпираешь дверь, проклиная камни в английском замке. Проклиная горячие свечи в церквях. Проклиная потемневшее небо и перламутр заката на серых стенах подъезда. Прорываешься в комнатушку и гулям падаешь на такту, сворачиваешься, кусаешь себя за колени, жалеешь себя, умоляешь ее. Жалеешь ее, умоляешь себя. Проходит ночь, она ждет тебя, она ждала тебя, но ты никогда не придешь. Бокал горячего коньяка, секундный оборот и с непонятной какой надеждой спазматические рыдаки на нерасправленной тахе. Утренние пробуждения, стянутые от высохших слез кожи на лице. Опустошающая усталость, ненависть, робость и равнодушие. Все это нужно тебе, чтобы дни были линии, чтобы жизнь шла и шла, никогда не кончалась, не кончалась желаемой смертью. А она другого не найдет, может отравиться, а может под трамвай просится, что отражает свои огни в мутных водах меланхоличной реки. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что можно сказать? Песня, конечно же, особенная, вот, как и все остальные песни. Хотелось бы задать вопрос Глебу. Поскольку Глеб больше всех молчит, вот, он, наверное, больше всех знает. И, в общем, считаете ли вы себя людьми особенными? То есть, понимаешь, мы не такие, как вот они. Мы не такие, как, допустим, вот, мужик в метро в коричневом пальто, да? Ну, если мы сделали такую музыку, наверное, мы не такие, как они. Если они этого не сделали, значит, они это не могут сделать. Значит, у них нет вот мысли, чтобы вот так вот сделать. У них нет желания, интереса вот такого. А мы-то сделали. То есть, вы особенный. Конечно. Хорошо. Ну, а в принципе, вы всегда используете непосредственно такой, как бы, речитатив. То есть, в принципе, вокала у вас в группе не бывает, да, никогда? Ну, то, что я имею в виду, то, что называют... Рэп. Русский электро-рэп, да. Белый рэп, да. Понятно. Ну, как, когда уайт-джаз есть, уайт-свинг, а у нас уайт-рэп. Не, ну, как рэп? Все-таки рэп, он предполагает некий такой, так сказать, ритм, да? Предполагает. У вас ритм какой-то немножко другой все-таки, вот, как мне кажется. Мы лишены ритма в вокале. Да, вот Баге, по-моему, говорил, у белых есть... у черных есть чувство ритма. У белых чувство ритма. У нас нет ни вины, ни ритма. Нет, ну, все-таки все равно, если композиция есть, значит, все-таки там в любом случае существует ритм. Ну, ладно, это мы сейчас не будем спорить на эту тему, ладно? Насчет ритма спорить лучше с Гороховым, который всю историю музыки через ритм рассматривает. Хорошо. А с нами лучше не обсуждать эту тему, потому что можно споткнуться о нас. Ладно. Вот, хорошо, значит, а вот Алексей спросил, да, считаете ли вы себя людьми странными, да? Хочу спросить, считаете ли вы себя людьми, скажем так, веселыми, или же наоборот, какими-то такими больше вот грустными там, ну вот, не то что грустными, а, да, может быть, да, замороченными, такими постоянно вот находящимися в каком-то поиске, или все-таки вы веселый, вот, по сути, как вы можете сказать? А мы Эммы. Понятно. То есть мы плачем и плеем. Да. Понятно просто. У меня просто складывается немножко такое противоречивое мнение, просто мне кажется... Просто, опять же, обратимся к буддизму. Да, да, да. Что говорил наш незабываемый товарищ Будда своему ученику ближайшему... Ну, много, я думаю. ...Джидду Кришнамурти. Так. Он говорил Джидду Кришнамурти. Есть, говорит, река, а есть скала. Не плыви, говорит, по реке, не взбирайся на скалу, надвигайся степью. Вот у нас настроение как в степи. Вышел простор. И поэтому какая веселость, какая грусть. Простор у нас, простор, широта. Нет у нас ни грусти, ни веселья. У нас тишь. Своё состояние мы обозначаем именно этим словом. Тишь. Отлично. Понятно, да. Отлично сказано. Да, мне тоже понравилось. Алексей, есть вопросы у тебя? Конечно, да, у меня всегда есть вопросы. Вот, наверное, знаете такую группу Бэк, да? Нет. Не знаете. Бэк, который этот самый, который и есть Бэк сам, да? Да, да. Он самый Бэк. А, Бэк, который лузер, да? Да. Да. Вот. Один из музыкальных критиков, послушав альбом Бэка, не помню какой уже, да? Сравнил его с проехавшимся мусоровозом. По этому самому критику. А, наверное, Midnight Waltures. Не помню. Вот. И вот скажите, если бы, допустим, вас сравнили так же. Ну, мы бы обрадовались. Да, с проехавшимся мусоровозом. Обязательно. Это лесно. Мы бы сказали, что это мусоровоз, в чреве которого стоит дорогущий Порше. Да? Да. А за рулем, а за рулем сидит Верка-сердючка. Да, это круто. Так, а посещаете ли вы какие-нибудь сами концерты, помимо ваших? Конечно, посещаем. Мы же меломаны вообще. Мы были на концерте недавно. Когда? В общем, недавно мы были на концерте человека, который поменял себе пол. Как его зовут? Дженезис. А, Дженезис Пиоридж. Очень хороший концерт. Да, хороший человек. Но пол он себя, кстати, не поменял. Не поменял? Значит, что я ошибся. А из наших? Из наших? А из наших мы ходим на группу Лайбах. Очень хорошая группа Лайбах. Какие же они? Они наши. Они все по-нашему поют. Они исполняли песни на нашем языке. Мне очень понравилось. Они гимн советский исполнили. Прекрасные ребята. А я был, кстати, недавно на концерте в этой, в Академии Гнесинской. Там, кто учится, они типа выходят с ноутбуками. И у них там есть такая программа. Max MXP называется. И ужасно. Ну, замечательно. Еще мы в театры любим ходить. Ну, мы ходим, да, на русские группы. Куда вы ходите? В театры? Мы во всякие театры. Ну, в какие, например? Когда в какой театре? Небольшой театр. В последний раз были? Сейчас, подождите. Относительно группы «Время срать». Я хотел сказать это в прямом эфире. Это очень интересно. У меня есть друг отличный. Пит его зовут. Пит. Вот. И он говорит, Стас, ты знаешь, есть такая группа «Время срать». Вот. И это самое. Говорит, нет. Надо послушать. Надо. Отличное название. Вот. Мы послушали, а про «Срать» что-то мы так там ничего... Притом, что есть много концептуальных альбомов, как я понял у вас. Наверное, просто мы их не услышали. Последний альбом, кстати, «Время срать», он очень такой, очень популярный, как бы, ну... Не хватает вот концепции. Вот именно «Время срать» не хватает срать. Перешел к попсе и стал, скажем так, блестящими такими. Может быть, песню послушаем? Какое «Время срать»? Давайте послушаем, кстати. Не, ну «Время срать» мы, наверное, сейчас не будем. Не, я бы с удовольствием. Какой-нибудь всякий классический, если они есть. Все, Стасову больше не набираю. Стас, можно я спрошу? Сейчас задам маленький вопрос. Вот Глеб, он меня заинтриговал просто безумно. А вообще вообще Глеба нет. Нет, ну... А вот он, видимо, правильно выбрал тактику молчания. Конечно. А вот в какой театр ты ходил последний раз? Ну, последний раз я вчера ходил в театр. Ну, в какой? Можно сказать? Ну, это театр современной драматургии и режиссуры под именем Казанцева. А, понятно. Ну, вчера я приезжал в Берлинский театр, к нам играл нашу пьесу. То есть на немецком языке было очень интересное представление. То есть ты вообще часто ходишь, да? Я вообще очень часто хожу. Я тоже, потому что я учусь на последнем курсе, в общем-то, актерского... Не, ну это замечательно. Просто, если что, давай вместе в театр ходить. У меня просто есть студенческий билет, по которому мы можем с тобой проходить. Не, у меня есть Казанцевский театр, который я очень люблю, который меня тоже очень любит. Ну, то есть ты только туда ходишь? Нет, не только туда, конечно. А, ну я говорю вообще. Ну, просто это театр лучше всех. А, ну у меня есть тоже любимый театр, кстати. Вот, ладно. А я хожу в театр в Бигитис. Я тоже могу сказать, что он лучше всех, как бы, вот. А я ходил в театр около Дону Станиславского. Отличный театр. Ну, понятно, в общем, это очень хорошо, как бы, что вы ходите. Ну что, может быть, прослушаем еще музыку, да? Какую песню будем слушать, Джанк? Сейчас мы будем слушать песню Джанк. То есть про еду. Поехали. Поехали. Ты сказал, Джанк, а она опять померла. Ты побежал свои пятьдесят шагов, отгрызая куски воздуха. Давно было? Ты кидал семечки на дорогу. Воробьи их клевали, и машины давил одного-двух. Красное бедно и треперышко на ветру. Давно было? Ты видел террорателем на берегу от балкона. В чем дело, безумец? Внизу это дракон с черной пастью. Я оглохну, он вязкий зубами. Грусть — мертвая петля. Давно было? Шаг, а ты шепчешь днем, кто-то украл сереброй снега. Давно было? Сможешь-то отключить секундомер, пролежав пятьдесят шагов? Давно было? Когда ты дерешься снегу и на тебя садятся, прижав ногами к земле руки, засыпая снегом рот и нос, ты поролоновый. Тебя долбят по морде, а ты ничего не можешь сделать. Тебе трудно дышать. Каким-то чудом теперь ты на нем. Засыпаешь рот и снегом, пьешь по глазам, ты знаешь, что он чувствует. Встать и двинуть ногой по ребрам. Давно было? Я прочитал молитву и лег спать со свечой в руках. Свеча горит медленно, но я просыпаюсь, когда она уже потухла. Свеча горит медленно, но я всеictque горит медленно, но я повернул. Свеча горит обрана? Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну вот закончилась песня, и к нам поступил вопрос от Славы из Москвы, и он пишет, что А я читал, что Мамонов живет в деревне Ревякино Тульской области. Ну, главное, что не с Ревякиным, да? Что вы на это скажете? Мы можем много, на самом деле, версий выстроить. У меня бабушка живет в деревне Пожва. И там было две фамилии Мамонов. Я помню деревню Пожва по своим детским воспоминаниям. Однажды я пошел... Деревня Пожва находится в 60 километрах от города Березники, который сейчас уходит под шахты. Это в Пермской области. Проваливается под землю, да? Проваливается под землю город Березники. И вот в 60 километрах... Березовский на Урале. Не-не, погоди. Погоди, я историю скажу, что деревня Пожва находится в 60 километрах по Каме от... Деревня Пожва. Деревня Пожва в 60 километрах по Каме на теплоходе от Березников. В этой деревне жили два человека, у которых была фамилия Мамонов. И Ревякин. А Ревякин было три вообще. И все ревели. Один раз я пошел на эту Каму в деревне Пожва покупаться. А там церковь еще стоит очень хорошая. Церковь высокая. И купаюсь я. А мне было лет 7. И рядом со мной начали купаться две девушки. И они вдруг хлобысь, снимают с себя бюстгальтеры и начинают целоваться. А мне 7 лет. Я вообще ничего не понимаю, как это такое возможно. Понимаете, о каком Мамонове может быть речь, если в деревне Пожва две девушки целуются, стоя по пояс в воде, без бюстгальтеров? Я не понимаю этого. А вот, кстати, по поводу девушек у меня есть такой хороший друг Саша Миллер. Это не из Газпрома, случайно? Миллер-то. Нет, из Газпрома я дружу только с Вяхеревым. Ладно, вот он рассказывал. Говорит, я иду из школы. Он был такой маленький. Смотрел, у меня там дом разрушен, окно. Я иду. Типа, девушки тоже, да, показали ему две жупы из-под юбки. То есть, так, хлобысь, так вот откровенно. И у него вот впечатление на всю жизнь. Он потом присылает мне письма там про это. Как он называется-то, блин, забыл. Мамонов. Нет, Мамонов, по-моему, присылает письма Ревякин. Красиво так это называется. Вообще, Ревякин это хороший человек. А про флагеляцию у него есть с альбом такой, посмотрите, да. Но я думаю, это все идет от сексуальной неудовлетворенности. Вот скажите. Мамонов, кстати, мне кажется, сексуально удовлетворенность. Здесь главное, как это самое, вот именно творчество, которое мы хотим здесь поймать в этой студии, вот оно вот проявляется там. Кстати, по поводу творчества. Вот давайте как раз по поводу творчества. По поводу творчества. Как вы относитесь... Слово... Подожди. К мнению о том, что любое творчество, оно идет от сексуальной неудовлетворенности. Я плохо к этому отношусь. Потому что сексуальная удовлетворенность, неудовлетворенность, это ведь дело десятое. Ведь что такое удовлетворенность? Удовлетворенность, это когда ты рядом с Христом. А при чем тут секс и Христос? Да. Они даже на разные буквы называются. А я верю в слова. В начале было слово. Если слова начинаются на разные буквы... Почитайте Картасара, серию рассказов о некотором Лукасе, который, прежде чем вставить стихотворения в свои стихи, взвешивал их на своих ладонях. Что такое ладони? Ладони это то, что идет после слова. Но все же, Саш, здесь есть средства определенные. Секс кончается на букву Х, и Христос начинается на букву Х тоже. В конце концов, в конце концов, ладони и секс, они между собой взаимосвязаны. Ну, мне кажется, Леш, ты немножко перепутал, потому что обычно от сексуальной неудовлетворенности, по-моему, идут маньяки, там, вот, как правило, от убийц. Нет, нет. Мне кажется, маньяки идут после удовлетворенности. Я говорю, именно из-за. Так, а вот здесь наконец-то... Ну что, давайте возьмем, в пример, Фрейда. Там все заточено на сублимации. Давайте возьмем не Фрейда, он уже, по-моему, помер, да? Возьмем девушку по имени Куку, она, я думаю, еще живая, и она у нас в чате спросила... Мы ее любим очень сильно. ...спросила. Александр, есть ли у вас девушка, а то ты такой симпатичный? То есть, есть ли у меня девушка, а то я такой симпатичный, или а то я такой симпатичный, потому что у меня есть девушка? Все завязано, конечно же, на феромонах. То есть, есть феромоны, есть и девушка. Нет феромонов, нет и девушки. Вспомним парфюмера. Парфюмер, это, конечно же, Сергей Зверев. Есть ли у него девушка? Конечно же, у него есть девушка. Парфюмер говно, роман, собственно. А я не говорю о романе, я говорю о парфюмере с большой буквы П. Рфюмер. У меня есть жена. Жена, это моя и девушка, и, собственно говоря, жена. Мне что-то даже немножко стало жарить девушку по имени Ку-Ку. Он женат, Александра. Она сейчас, наверное, испытала массу разочарований. Ну, Ку-Ку, видишь, что-то такая... Нет, почему? Она должна... Я могу даже сказать, что девушка Ку-Ку, это моя жена. О, круто. Вот, так что все нормально, в общем. Сестры мои и братья. Ну, давайте теперь коснемся вашей, так сказать, профессиональной пригодности. Ну, и профнепригодны. Ну, вот вы знаете, например, ну, что, чтобы выйти на большую сцену, да, надо пройти такой тест, да. Вот, если человек правильно втыкает, да, вот, провода, то тогда он может выйти на большую сцену. Вы вообще способны правильно воткнуть провода? Конечно, вот... Вообще-то я закончил МГТУ имени Баумана, поэтому провода мы можем воткнуть. У вас получился такой стереоэффект, вы теперь по одному выскажитесь. Ну, я поняла. У нас есть Илья, опять же, он вот наш технический директор. Илья точно сможет, да? Он нас научил правильно втыкать провода. А, лично ты можешь? Мы ему так благодарны. Лично ты это можешь сделать? Абсолютно. То есть сейчас все отыщу, а потом воткну. Понятно. А, ну ладно, Глеб, как всегда, молчит, да? А что? У нас есть Илья. Хорошо, понятно, есть Илья. Так, ну а как вы находите, например, вообще современную ситуацию, которая складывается в искусстве, да, разного рода? Ну, то есть, может быть, в музыке, в литературе, в кино, там, ну да, примерно так, да, вот в художественном искусстве. Вот у нас лично, да, в нашем государстве и, возможно, в Европе. Да, в Европе нет. Конечно, подождите, Стас. Ну да, Александр, пускай. Ладно, да. Я все вспоминаю, серебряный век русской поэзии, французский символизм еще вспоминаю. Я жду этого момента, когда же он наступит, пока его не наступает. Идет эпоха какой-то массовости, не то чтобы массовый зритель, просто отяжеление идет всего, отяжеление культуры, музыка становится все более массивной, тяжелой. То есть, ее сложно воспринимать как что-то легкое. Вспомним того же Буковского. Для меня Буковский это самый легкий автор из всех. Я недавно прочитал его чудесный рассказ «Дерганые Иисусы», что ли он так назывался. Что это все про Иисуса, там про рыбу есть, замороженную, как ты рыбу разогружил. Да, 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 да. В общем, нет легкости той, которая была присуща Верлену, Гумилеву. Нет, вот вспомним, что сейчас, сейчас какой-то Мамлеев кругом. Мамлеева очень много, потому что Мамлеев это по сути тяжелый автор. Он как огромный какой-то пресс, он давит на тебя, и то же самое происходит везде. В кино, в музыке, в искусстве. Тьфу, блин. Александр, Александр, понятно. Я выскажусь сугубо по поводу Мамлеева. Дело в том, нет, про Мамлеева мы попозже. Дело в том, что нам тут написал Иисус. Вот, да, и он пишет. Александр, немедленно прекратите пачкать мое имя своими мерзкими инсинуациями. Вообще, я хочу сказать Иисусу, абстрагируясь от всяких, я говорю сразу, сексуальных, как это сказать, фантазий, Иисус во Мне. Поэтому Иисус не может говорить вне Меня. Иисус может говорить только Моим чревом. И поэтому тот, что, тот Иисус, который сейчас в чате якобы написал, это какой-то лжи Иисус. Не верьте Ему, люди добрые. Ну хорошо, вот зато... Ты охуел, брат, по-моему. Зато в чате есть самая настоящая Азиза. Азиза? Да. Азиза убила Далькова. Да, да. Да, она задает вопрос. На что готовы участники группы ради славы? Например, готовы ли они убить Далькова? Ради славы Полунина я готов сходить в цирк. Ради славы КПСС я ничего не готов сделать, потому что я был октябренком. И меня заставляли быть агитатором нашей пятерки. Вы помните, да, организовали вот эти пятерки, тупые звездочки так называемые. Меня заставляли ходить по разным классам, собирать эту чертову макулатуру. Мне подарили Томик Твардовского, Ленин и Печник. В горках знал его любой старики на сходку звали. Я помню эти строки. Хер этому славе КПСС. Ну, в общем, ничего ты не готов, понятно. Ради КПСС я готов на все. Я даже подарю ему свой проигрыватель. Кстати, по поводу проигрывателя. Когда ты станешь отцифривши мне группу Suicide? Ну, давай, я завтра тебе. Да, это вы обсудите через 7 минут, поскольку наша передача подходит потихонечку к концу. Да, мы не хотим еще послушать. Да. Нет, давайте лучше я задам вопрос. Вот это вопрос, это всегда интересно. Вопрос, да. Вот я видел ваш логотип, очень такой хороший логотип. У нас нет, кстати, у нас нет логотипа. Вилка и стакан. Да, вилка и стакан. Очень стильный, хороший логотип. Вы ведь по-любому его своровали, правильно? А мы все ворули, самые честные люди. Как давний фанат... Мы по времени срать, кстати, тоже все ворули. Погоди ты, про время срать. Она имеет право. Мы же друзья братья. Не время срать нынче. Я хочу сказать, как давний фанат БГ, я очень много взял от его мировоззрения. Что говорил БГ? Я беру свое там, где я увижу свое. Что мы можем сказать по поводу воровства в эпоху ВЕП 2.0? В эпоху Калиюги. Калиюги, да. Образно. Я вот что хочу сказать. Вот если к вам подойдет владельец этого логотипа, да? И скажет, давай... У этого логотипа нет владельца. Форест Гамп его владелец. У него обязательно есть логотип, найдется, и не один владельца. Да нету. Вот. И вот он подходит. Логотипа эта вещь такая, если я там... Подожди. А почему мы скатились в коммерческую какую-то составляющую нашей группы? Мы не берем денег за наши концерты. Да. Вот лучше ты прочитаешь, что делать. Мы вообще не коммерческая группа. Нет, и вот подходит владельец логотипа и говорит, ребята, в суд я подавать не буду. Но давайте договоримся так. Вы начинаете исполнять свои песни, как вот, допустим, в стиле группы «Ласковый май». Что вы будете делать? Мы запросто исполним в стиле «Ласковый май». Мы с удовольствием. Что поет «Ласковый май»? «Дитя заката», да, он, по-моему, поет. Мы любим советское диско. Советское диско. Абсолютно. То есть это вообще-то лучшее стиль. Понятно, спасибо. А вот Саблина, вот девушка по имени Саблина интересуется. Сашенька, помнишь ли ты жаркие бауминские вечера? Да, он помнит жаркие бауминские вечера. Вообще я готов ответить на этот вопрос. Да, да, пожалуйста. Ну, пусть ответит. Жарких бауминских вечеров не было, поскольку бауминский я посещал во время сессий зимних. Летом я защитил только диплом, после которого я подстригся на лысо. Было очень холодно Лысине летом. Было холодное лето 1953-го. Поэтому ничего жаркого не было. Я не могу сказать, что что-то было жаркое. Надо еще отметить, что здесь, кстати говоря, в студии, вот мы трое, это не кто-нибудь, не кто-нибудь эти. Так, спасибо. Арахнофобы. Доктора наук. Да, прекрасное, прекрасное было высказывание. А вот еще никто... А, утренний свет напись пишет БГ говно. Вы как вот с этим согласны? Насчет БГ говно мы можем сказать. Мы согласны с тем, что БГ говно, но мы не согласны, что это он. Мы не согласны с тем человеком, который это сказал. То есть мы согласны, конечно, что БГ говно. Иначе, если бы БГ не был говном, чем бы он тогда был? Окей, так, ну... А где будут? Собственно... А, Стас, Стас, подожди. Ты мне обещал рассказать... Да, тебе как раз вот вопрос. Ты хотел рассказать что-то про Мамлеева. Скажи пару слов, потому что, на самом деле, вот я уже чувствую себя человеком плохо просвещенным. Ну, то есть вот открой мне глаза на жизнь. Давайте я вам сейчас расскажу чуть-чуть про Мамлеева. Есть такой писатель Мамлеев, да? Отличный, очень хороший писатель. И вот у него есть такая очень, как бы это сказать, такая вот эволюция, да, творческая. И она очень правильная и хорошая. А в чём её правильность? Правильность в том, что он начинал с какой-то жути, то есть мрази, всё такое. Читаешь, блин, читать не хочется. Всё уже. Я даже сам книжки бросаю, и уже всё. Вот эти вот шатуны, да? А потом уже, вот сейчас он пишет. Мир и хохот. И там хочется жить. Сейчас он же ничего не пишет. Как это? А другой он недавно написал? Ну, последний роман. Я имею в виду последний роман. Если он что-то и пишет, то, наверное, уже на том свете. Он же жив, ты что? Ладно. Как он умер? Я поняла, примерно. Я недавно интервью с ним читал. Как будто бы ответ. Он правда умер уже. Болел очень сильно. Я не слышал о том, что... Моисеев умер, а Мамлеев-то жив. Ладно, они САС лучше знают, мне кажется. А вот Карина пишет. Короче говоря, смысл в том, хрен с ней, с Кариной. Ну, нифига себе. Она мне может написать. Нет, давайте Карину послушаем. Я хочу развить тему Мамлеева. Не-не-не-не-не, у нас времени нет. У нас просто на это нет времени, правда. Времени на Мамлееву. Осталось две минуты. Время срать. Так вот. Он Мамлеев, который, да? Короче. Короче, он стал писать о душевной доброте. Она пишет о том, что... Времени Романа и Мамлеева, и вы поймете, что лучше самовары, баранок, ничего нет. Вот просто вот... Вот мне это очень нравится. Очень интересно. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. А вот Карина, короче, пишет, что Александр на самом деле женщина. Конечно, женщина. Карина, бойте, пожалуйста, про белые кораблики и не думайте ни о чем. Давайте песню уже наконец послушаем. Да. Александр и женщина. Александр и женщина. Эти две вещи можно совместить. Закончим. Свернутый конвертом в шкафу под рубашкой, брошенный скомканный за дверью, запертый ударом, хлопком в отчаянии рукой после снятия свитера сворачиваемся в конверт. Из окна взгляд в трубы, автомобили, без окон, без взглядов на трубы. На подоконник сесть, колени подогнуть, конвертом свернуться. Шторину отстегнуть, раскомканной рубашкой накроет. Ключина в дверной скважине повернет. От сквозняка окно изнутри улицы внутрь дома хлопнет. Значит, раздражена она. Значит, разделась в подъезде. Значит, смотреть сейчас будет сквозь меня, сквозь окно. Значит, сядет. Значит, только и делать нечто, запирать ударом, да быть свитером, конвертиком, свернутым, снятым вне шкафа. А там, блядь, шула, охуеть. Итак, дорогие друзья, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. У нас сегодня в гостях была замечательная группа, которая называется... Да тихо ты, погоди. Ресторан. Ресторан. Ресторан называется по-русски. По-русски, да. По-русски ресторан. В Москве все еще есть лес и группа Ресторан. По-русски, конечно же, ресторан. С казаками и цыганами. И медведями. И поем мы шифутинского икруга. И шифутинского икруга. Вот, в общем... Да, спасибо, что пришли. Спасибо, что вы нас смотрели. Итак, мы с вами прощаемся, Леш. Да, до свидания, дорогие телезрители. Ну и с вами Фея Светлая тоже прощается, видимо, до пятницы. Следующий. Продолжение следует...